МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкиной в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто хорошо работает, отдыхает еще лучше. В Урнарском районе отпраздновали Акатуй. Работа для всех. Уровень безработицы в Чувашии сократился на 10%. Бриллиант чувашской сцены. Народная артистка Нина Яковлева отметила свой юбилей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 июля в Чувашии, как и в других регионах страны, повышаются тарифы. Напомним, региональные власти могут принимать такие решения дважды в год. Однако правительство республики установило только одну дату. 1 июля. Насколько новые тарифы отличаются от старых и как увеличится господдержка тех, кому расценки не по карману, обсуждали на еженедельном совещании у главы Чувашии. За год, который прошел с последнего повышения тарифов, много воды утекло. И холодные горячие расценки на коммунальные услуги нуждаются в корректировке. Разумеется, в пределах индексов, установленных Федеральной службой по тарифам для Чувашской республики. В различных муниципалитетах тарифы изменятся по-разному. Тепловая энергия с 1 января, как я сказала, осталась на уровне 100%, не выросла. С 1 июля их изменение произойдет в объеме 108,8%, то есть на уровне предельных индексов, установленных Федеральной службой по тарифам 108,8%. Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом о теплоснабжении установлено, что возмещение затрат на реализацию инвестиционных программ организации, которые осуществляют регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, производится сверхустановленного предельного индекса максимально возможного изменения тарифов. И таким образом, в связи с реализацией инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью коммунальной технологии, индекс изменения тарифов по тепловой энергии по городу Новочебоксар составит 113,6%, по городу Чебоксары и Лапсарскому сельскому поселению Чебоксарского района стоят 11,3%. Тарифы на электрическую энергию для городского населения составят 2,80 рубля за киловатт в час, для сельского населения – 1,96 рубля. Цена на природный газ – 5,04 рубля с ростом на 35 копеек. Как правило, с ростом тарифов автоматически увеличивается и количество получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Глава республики подчеркнул, средства на эти цели в бюджете заложены в полном объеме. Заложено достаточно средств, и практически рост у нас 120,9%. Если максимальный размер, Олег Борисович, у вас по Новочебоксарскому, допустим, 115%, но мы понимаем, доходы в этом году они ниже будут, чем в прошлом году, и динамики рост не такой будет. И мы предполагали, расчеты прогнозно делали, когда еще принимали в конце года бюджет и увеличение тарифов, мы с запасом заложили, с учетом того, что количество семей, которые будут получать эти субсидии, увеличится в динамике к уровню 2014 года. Кроме того, в сельской местности многие работники бюджетной сферы, врачи, учителя получают субсидии на оплату ресурсов. В частности, плата за газ для них ниже. Есть и другие формы господдержки. На сегодня 312 тысяч человек получают различные меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе это субсидии на ЖКУ, это в составе ежемесячных денежных выплат у нас получают федеральные и региональные льготники, это жители сельских образований муниципальных. То есть это всего получается у нас каждый четвертый житель получает в том или ином виде меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Глава Чуваши Михаил Игнатьев поручила руководителям и ответственным сотрудникам ведомств и муниципалитетов провести разъяснительную кампанию и довести до жителей республики всю информацию, касающуюся изменения тарифов и условий предоставления субсидий. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. В республике завершились весенние полевые работы и как издавна принято у чувашского народа после ударной работы все выходят на Катуй. Первый праздник прошел в этом году в Урнарском районе. С окончанием Сева в Урнарцев поздравил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Конец посевных работ и молодцы, что придумали такой праздник. Они не то, что придумали, но, видимо, давно уже, это испокон веков существует. Встали с утра и готовились к этому празднику. Думали, что весь наш район будет отдыхать. Это отдых поддержит в самых дальнейших производственных отношениях. Со временем Акатуй стал не только праздником тех, кто работает на земле. В нем принимают участие все, кто ударно трудился целый год. Есть чем гордиться и в Урнарцам. Индекс производства сельхозпродукции составил 105,2%. Почти 90% предприятий агропромышленного комплекса показали положительный финансовый результат. Такие показатели помогают развивать и социальную сферу. Должен издать 50-квартирный жилой дом. Это по первой руке Северной. Также запланировано в этом году завершение строительства трех ферческо-акушерских пунктов. Это сели Янишево, деревни Чиршенеры и деревни Ямбахтино. Погодные условия позволили нам выполнить полностью весенние полевые работы с хорошим качеством. И в основном намеченные планы мы выполнили. В Урнарском районе работают и промышленные предприятия. Их продукция востребована не только в России, но и за ее пределами. Но, конечно же, основное направление – агропромышленный комплекс. На самом деле потенциал Урнарского района достаточно высокий, ибо и мясоберерабатывающие предприятия, молочноберерабатывающие предприятия, есть промышленные предприятия, которые не только являются потенциалом для Урнарского района, эти предприятия-производители сегодня продают свою продукцию и за пределы Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, когда страны Евросоюза, американцы предъявили нам соответствующие санкции, для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности появились дополнительные возможности. Вся продукция, которая выращивается на земле, она сегодня востребована. Тем более, чувашская земля экологически чистая, и те виды сельхозяйственной продукции, которые выращиваются и перерабатываются, сегодня пользуются огромным спросом. Михаил Игнатьев отметил, что Урнарский район славен богатой и интересной историей, традициями, а главное, своими людьми. Хочу поблагодарить всех земледельцев Урнарского района, всех тех, кто трудится в крупных сельхозяйственных организациях, средних сельхозяйственных организациях, кто сегодня, имея предпринимательскую жилку, организовывает крестьянские фермерские хозяйства, и благодарен всем тем, кто занимается, прежде всего, ведением личного пособного хозяйства. Урнарскому району по программам «Социальное развитие села и устойчивое развитие сельских территорий» из федерального бюджета выделено 56 миллионов рублей, из них на строительство жилья почти 54 миллиона. 310 семей смогли улучшить свои жилищные условия. На праздники вручили очередные свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья с сельской местности. У нас сегодня большой праздник. Мы получили сертификат благодаря главе республики. Спасибо большое всем. Наградили в этот день лучших работников. Анатолий Романов и Алексей Шашков стали заслуженными механизаторами Чувашской республики. А заведующая Ермошкинским сельским домом культуры Надежда Лаврентьева получила звание лучший работник муниципального учреждения культуры. И еще одна новость. В соответствии с указом главы в этот день первые ветеранские удостоверения получили те, чей стаж соответствует новым правилам. Напомним, что теперь для мужчин необходимый стаж составляет 42 года 6 месяцев. Для женщин 37 лет и 6 месяцев. Спасибо главе администрации, главе республики. Спасибо председателю РАЙПО. Спасибо всем. Михаил Игнатьев ознакомился с гостевыми двориками сельских поселений Вурнарского района, в которых были представлены уклад жизни чувашского народа, национальная культура и национальная кухня. Праздник завершился выступлениями творческих коллективов сельских поселений и спортивными состязаниями. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Уровень безработицы в Чувашии с начала года сократился на 10%. Напряженность на рынке труда 0,3%. Иными словами, на каждого соискателя приходится 3 вакансии. К началу лета на учете в службе занятости числились чуть более 4,5 тысяч безработных. На сегодня работодателями Чувашии заявлено о наличии 15 200 вакансий, более 70% из которых составляют рабочие профессии. Республиканская программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Чувашской республики на 2015 год предусматривает целый комплекс мер. Средств на их реализацию достаточно. В текущем году на финансирование мероприятий государственной программы предусмотрено направить 459,4 миллиона рублей, из которых 214,7 миллиона рублей – это средства федерального бюджета, 244,7 миллиона рублей – средства республиканского бюджета Чувашской республики. За 5 месяцев текущего года на реализацию мероприятий направлено 166,3 миллиона рублей, это 36,2% от годового объема финансирования, из которых 87,9 миллиона рублей – средства федерального бюджета и 78,4 миллиона рублей – средства республиканского бюджета Чувашской республики. Программой запланировано, что в мероприятиях примут участие более 83 тысяч человек. Сегодня профессиональный праздник социальной службы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев направил соцработникам республики поздравление, в котором говорится. В Чувашии более 400 тысяч человек получают социальную помощь. Успешно реализуется ряд новых проектов, направленных на повышение качества жизни и уровня социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Это юридические клиники, интернет-клуб на дому для маломобильных граждан, университет старшего поколения, пункт проката технических средств для реабилитации, единая диспетчерская служба. Также глава Чувашии выразил особую благодарность ветеранам, которые вносят большой вклад в воспитание в наши молодежи, милосердие и сострадание к окружающим. Торжественное собрание, посвященное Дню социального работника, пройдет 10 июня. Тогда же станут известны имена лучших в этой благородной профессии. Выпускники российских школ продолжают сдавать единый госэкзамен. Сегодня 11-классники пишут тесты по обществознанию. Между тем, стали известны результаты экзаменов по некоторым другим предметам. Еще одна хорошая новость. Чувашии появились первые стабальники. Еще 25 мая выпускники начали сдавать экзамены по выбору. Географию в этом году выбрали 163 человека. Один с заданиями не справился, и один из выпускников набрал максимальное 100 баллов. Литературу решили сдавать 194 человека. По этому предмету 4 человека получили оценку 2. Двоих удалили с экзамена за использование шпаргалок и сотовых телефонов. А двое набрали по 100 баллов. В прошлом году максимальное количество баллов по литературе набрали 21 человек. А студенты государственных профессиональных образовательных учреждений республики могут претендовать на гранты главы Чувашии. Михаил Игнатьева. 10 грантов в размере 10 тысяч рублей каждый смогут получить студенты выпускных курсов, техникумов и колледжей, которые достигли определенных успехов в учебе. Чтобы получить грант, молодые специалисты должны заключить договор о последующем трудоустройстве в образовательном учреждении республики в качестве мастеров-преподавателей. Будущие педагоги будут получать грантовые вознаграждения ежемесячно в течение последнего года обучения. Как считают республиканские органы власти, реализация этого указа поможет решить кадровые проблемы в сфере среднего профессионального образования. Чебоксарский речной порт возобновил пассажирские перевозки до Заволжья. Кроме рейса на пляж, в этом году появился маршрут Чебоксары-поселок Сосновка. Ежедневно все желающие могут отправиться с речного порта по прогулочным линиям. С 6.30 утра до 7 вечера каждый маршрут выходит в рейс три раза по будням и четыре по выходным. В каждом рейсе от шести до восьми пассажиров. По соглашению с городской администрацией стоимость проезда за взрослого человека снизилась. Переправиться на другой берег можно за 65 рублей. Детям необходимо оплатить половину. Каждый год все суда проходят косметический ремонт. Случаев нарушения дисциплины в этом году не было. Народ более дисциплинированный. Все правила поведения, расписание и как вести себя пассажиром, где находятся спасательные жилеты, спасательные приборы, все мы им разъясняем по ходу рейса. И все это наглядно написано, все это доступно. Сегодня отмечает свой юбилей народная артистка РСФСР и Чувашской ССР Нины Яковлева. В Национальном музее открылась выставка, посвященная творчеству актрисы. Бриллиант чувашской театральной сцены. Так говорят о Нине Яковлеве, ее друзья и коллеге. И с этим трудно не согласиться. Ее талант уникален и многогранен. В этом смогли убедиться гости, которые пришли на открытие выставки. Личные фотографии артистки, сценические костюмы, театральные афиши, предметы рукоделия и коллекция фарфоровых балерин. Все самое дорогое сердцу Нина Михайловна предоставила музею. Этой выставкой я решила поделиться частичкой своей жизни, себя, можно сказать. Огромный труд вложен в эту выставку. Так с любовью работаю. Я просто восхищена работниками музея, как они бескорыстно работают. И я очень рада, что сегодня у меня мои друзья придут, мои коллеги придут, любители театра, мне кажется, придут. Уже вот собираются. И у меня очень радостный день сегодня. О коллег, друзей и поклонников ее творчество собралось немало. Нину Михайловну знают и любят не только в Чувашии, но и за ее пределами. Актриса уже более 50 лет служит родному театру. За плечами сотни различных ролей в постановках и спектаклях. Она на самом деле очень талантливый человек. Она может в разных жанрах и комедии рассмешить людей. И в драмах у нее все отлично получается. Поэтому народ любит, зритель наш любит Нина Михайловна Яковлева. Она на самом деле у нас одна из лучших актрис. Такие выставки в Национальном музее проводятся часто. Ведь они дают возможность любителям искусства больше узнать о закулисье театральной жизни и привить любовь к сцене. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Межрегиональный форум «Молгород» всегда насыщен яркими событиями. Одно из них – традиционный летний кубок КВН Чувашия. В этом году за звание лучших юмористов боролись не только чувашские студенты, но и команда из Москвы и Казани. Третий год подряд на базе «Молгорода» проходит летний кубок. Из года в год уровень игры клубов веселых и находчивых заметно растет. Доказательство тому – выход в полуфинал Лиги Москвы и Подмосковья команды КВН «Чуваши». В этом году на «Молгород» они приехали уже не в качестве участников, а как почетные гости. Очень было прикольно приезжать, когда ты чуть-чуть выиграл. И как-то это хорошо, потому что это очень сложная лига, Лига Москвы и Подмосковья. Там очень сильные команды играют, и они потом по-любому обычно попадают в телевизор. Надеюсь, у нас так же будет. Все больше молодежи уходит в ряды КВНчиков. В этом году площадка кинотеатра «Сеспль» станет главным штабом клуба «Веселых и находчивых». Стремится повысить свой уровень и межрегиональная лига «Столица». Это талантливая молодежь, которая остается в Чебоксарах, которая видит перспективы здесь развития. И она готова работать на республику, на город наш, на его развитие и продвижение. Это очень здорово. Они видят перспективу в своем доме. По итогам двух конкурсов кубок выиграла казанская команда «Дабстеп». Второе место разделили сборная ЧГУ и сборно-съемные квартиры города Казань. На третьей позиции – казанский эпатаж и сборная Чебоксарского кооперативного института. Призеры летнего кубка поделились своими впечатлениями. Атмосфера такая, знаете, расслабленная, все так спокойно, умиротворен, все подготовлены. Чувствуется энергетика, юмора, прямо здесь царит все так весело. Мне очень понравилась база, на которой все это происходит. Она действительно, я считаю, хорошего уровня. Анастасия Лангина, Олег Якимов, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваша». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин